Всем привет! Жара, суббота. Купили с Матвеем арбуз, а теперь идем за шаурмой. Здесь на Торговом вкуснейшая шаурма. Сейчас покажу. Короче, вот шаурма. Вот стою на Торговом, вот пришли. Ждем лаваш. В общем, нужно ждать лаваш еще где-то минут 15. Ну, мы уже стоим минут 5, наверное. Какая-то задержка. Ну, здесь вкусная шаурма, здесь такой шашлык вкусный. И вот это мясо в шаурме такое, опахивает шашлыком. И вообще, между прочим, всегда мы сами мариновали мясо для шашлыка. Ну, и оно бывало жестким. Но я вообще удивилась. Этот раз мы с Катей, когда жарили, я купила у нас здесь магазин «Пионер» в микрорайоне. И там просто шашлык, собственно, в соку мясо это свиное. Вообще, я никогда, никогда не встречала такой нежности у шашлыка, такой мягкости. Вообще. Это вообще даже такой, такому специалисту, как я, ой, миссуна. Ах, мы сейчас были в томатологию. Я записалась в врачу. В общем, на сентябре месяц. Это я в отпуске буду. А люди подходят, подходят. Просто не хочу снимать там толпа под этим варьком людей. И еще вот стоит здесь на торговом такой вот вагончик, кстати, с молочной продукцией. Может, я сейчас стою и думаю, может... А вот я сейчас про шашлык, а может быть, пойти купить перца нафаршировать. Хотя дома, что у нас есть у вас суп варуковый варил вкуснейший. Картошка. Не знаю даже, что пойти купить. Вот здесь вот еще на торговом есть такой ларек. Всегда продаются цветы и платье. Я вот такая же девушка, которая мечтает о платье. Купила ткань еще в прошлом году. Ничего я не сью. И что делать? Вот пока жду, наверное, надо померить. Так, я себе снимаю в платье. Мне надо поменьше. Поменьше сейчас будет. Ну, я мерила и более крутое сейчас. Вот, еще платье. Ну, вообще... Не знаю даже, куда можно носить. Короче. Нет, сейчас я одену платье, то, которое... Не первое. Так, нет, не так. Так непонятно. Нет, вам не так. Как же же вам меня... Снимите. Так, а, вот так. А, видео идет, да? Да, наверное. А, ну все. А, ну все. Ой, какая я. Вот так, вот. Нет, еще поверни. Вот так. Да. Ну, может, теперь... Не знаю, сейчас подумаю. Отключаем. Я же просилась померить только, да? О, хочу показать, как выкорчевали пни. Надо их считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почему надо их посчитать? Потому что, скорее всего, сколько деревьев было спилено. Это же за каждое дерево, наверное, было оплачено. Столько пней должно выкорчевать. Ну, я просто что хочу сказать. Там вот, ближе к нашему дому, не все пни выкорчевали. И не знаю, надо ли сообщить мне об этом или нет. Помните, показывала, что как будут корчевать эти пни, если вот рядом с тротуаром. И они сдулись, сдулся тротуар. Такая красотища. Вот, кажется, чтоб не все выкорчевали, а там под домом еще торчат. Но, возможно, это считается придомовая территория. И поэтому... А это муниципально. Возможно, поэтому их не удалили. Но я сейчас покажу пень, который точно не придомовая территория. И вокруг которого просто отпилили ветки, но не удалили. Ну, сейчас покажу. Здесь стоянка. Люди как бы... Ну, это уже вот недавно огородили. Вот. Вот этот пень. Это один. А вот точно второй. Его просто обрубили. И будет здесь заросли также продолжаться. Входит ли этот пень, их считают или нет? Вот лежат эти заросли. Вот этот вот я не знаю, пень это или нет. А еще покажу куст белины, который вот нужно принести мне эту косу и скосить. Вот. Куст. Откуда он взялся? Куст белины или дурмана. Вот этот вот, видите? Он уже отцвел. Будут или что тут? Это очень опасное растение. Ну что, и последняя моя локация. Это, как обычно, огород. Дома наелась арбуза. Очень вкусная. Ну и, как обычно, пошла на огород. Планировала все-таки заняться клубникой. Но потом почему-то стала жалко мне помидоры. И я решила их пополивать, хорошо залить. Хотя надвигались тучи. Потом решила, что... Ой, собаки бегают здесь. Потом решила, что нужно все-таки посынковать еще помидоры. Хоть было и написано, сорт лентяйка. Но я думаю, что... Думаю, что их нужно посынковать. Потому что они не успеют созреть. Будут они цвести и цвести. Где они там? Вот там. К сожалению, еще один куст от этой клубники, которая ремонтантная, я выдрала случайно. Вот. Собрала там помидоры, накопала картошки. И занялась клубникой. Клубника, конечно, это такое противное занятие. Но нужное. Сейчас переключу, покажу. Я ее сначала поливала. Вот этот вот ряд. Вот этот я. Выдрала все лишнее. Постригла ее. Как бы старые такие красные вот эти листья, побитые такими точками. И вот все-таки я сделала кустики, чтобы они были кустиками. Надеюсь, что это... как бы урожая будет больше в следующем году. И это такой же ряд, но оставила кое-где, ну, как бы на усы еще. Ну, потом и досадила вот эту грядку. Ну, нужно будет. Конечно, я понимаю, что все-то не так. Скорее всего, это такие какие-то усы непонятные. Ну, может, она приживется. Полила. Может быть, приживется. А вот уже здесь, вот эти вот, конечно, вот это вот. Вот это хорошие кустики, усы. И я думаю, что вот когда они хорошо разовьются, я их еще сделаю хорошую, приличную грядку. Вот. Накопала картошки. А это все перекопаю. Не знаю, когда. Да, и потеряла свой этот секатор. Где-то вообще неизвестно. На прошлую зиму он ночевал. Он ночевал. Зимовал здесь клубники. А эту не знаю, как мне. Вот сегодня взяла и потеряла. Так, что это у нас? Вот картошка. А это подкопала розовый сорт. Опять картоферин. Уже совсем куст. Это не ранее, но все равно куст совсем высох. Их я решила выкопать. Ну, и вот еще помидоры, огурцы. Прилично. Ну, как. Хватает. Ну, и теперь я, наверное, приеду домой. Завтра один день работаю, а потом дальняя выходная. Мужу скажу, что, в общем, едем на рыбалку. Ах, еще же платье у меня. Надо же выгулять платье. Ну, куда же пройтись? Пройтись. То есть, мне будет два выходных, и надо будет куда-то приодеть это платье. А то я куплю и складываю их, не ношу. Вот. Что еще? Сегодня было стоматологии. И пока Матрею лечили зуб. А я смотрю, из кабинета выходит девушка. Ну, они не русские. Наверное, таджичка. В общем, покупательница моя. Вчера ее муж с ребенком приходил. Что-то рассказывал, что заболели. И он заболел. И, в общем, и она выходит с кабинета, плачет. Ну, и там женщина сидит с ребенком с ее. Я потом подхожу. Она не очень хорошо. Он хорошо? Ну, как бы, понятно все он говорит на русском. А она понимает, но не очень хорошо говорит. В общем, я говорю, что случилось? Ну, короче, зуб болит. Я ее понимаю, что не смогли удалить сильно, сильно, крепко, сильно. Я говорю, укол делай. Она говорит, четыре укола сделали и не могли удалить. В общем, сказали приходить в понедельник. И она сидит, плачет. Я говорю, может, ты что не поняла? Я сказала, может, там укол нужно было есть же. Может, они ледокаин ставят бесплатно. А посильнее, может, какой-то еще укол за деньги. Ну, и она говорит, не знаю. Потом она посидела, посидела, подходит ко мне и говорит, пойдите спросите, может, я и правда что-то не поняла. Может, там можно за деньги или как. Ну, в общем, я пошла с этой девушкой в кабинет. Говорю, здравствуйте. Это моя знакомая. Ну, и так объясняю. Может, она что-то не поняла. Может, можно этот зуб удалить. Может, можно сделать какой-то дорогой, ну, платный укол. Врач выходит и так громко начинает. Я говорю, да что вы кричите? Она говорит, да я не кричу. У меня, мол, шумит машинка, когда я вот эта бормашинка. Я вот такой голос у меня. Ну, ладно. Ну, она да, объясняет. Говорит, у нее пульпит, у нее настолько наболело. Но я к ней дотрагиваюсь. Она, в общем, кричит. Она не выдержит. Я ей положила мышьяк. В общем, до понедельника ждать. Ну, конечно, они уже все повыходили. Там объясняли подробно. В общем, я ей говорю, ну же, терпи, выпей таблетку. Но она, говорит, ну, она ребенка кормит. Я говорю, да выпей таблетку. Но она, говорит, пила. Есть такая мазь, холесал. Ну, она детям мажет. Я говорю, ледокаин купи. Я так делала. Брала вот эту холесал гель для десен. Туда из ампулки чуть-чуть капала. Ну, в ложку, короче. Холесала этого ледокаина и мазала внутри зуб. И так я дожила до записи к врачу. Это еще там у себя. И когда я уже пришла, уже без мышьяка нерв умер. Ой. А я настолько рассеянно вообще тоже что-то записывалась. Забыла когда. На когда. Ну, в общем, выяснила на когда. В общем, в сентябре я пойду. К стоматологу. Ну, и все. Все новости на сегодня. Пойду домой. Политические новости, конечно, все знают. Какие происходят в нашей жизни. Я еще вот косу с собой возьму. Буду, наверное, когда буду выходная, выйду. И покажу свой газон вокруг лумбы. Потому что смотрится не очень красиво. Ну, а уже дома как есть. Все, что дома на городе, как есть. А завтра на работу. Завтра воскресенье не очень много. Ну, пусть идут. Пусть идут. Конечно, наша зарплата зависит от выручки. Конечно, и планы нам ставят. И вот это еще торговля. Кто верит в то, что если товар потрогал, переставил с места на место, то он начинает двигаться, продаваться. Кто в это верит, напишите комментарий. Просто, ну, как. Есть же товар, который, ну, не очень, может, он ходовой. Или его завезли не столько, сколько надо. В общем, его надо продавать. И подходят сроки годности. Их, конечно, уценяют. Они становятся дешевле. Но в любом случае, его надо продавать. А душа не, ну, вот какой-то не лежит. Но надо. Потому что сам будешь покупать. В общем, заведующая так вот их потрогает. Ну, как потрогает. Она возьмет их там, поставит, покажет. Вот, переставит. Поговорит об этом товаре. Говорит, что надо подумать. В общем, какую-то... Кому предлагать. Может, надо кому-то этот товар. Я, как бы... Вот, подходит первый покупатель. Вот, как внутри это самое. Какой адреналин. Вот, чувство какой-то ненормальности. Может, вины. Я ничего плохого не делаю. Человек не хочет, не берет. Хочет, берет. Правильно же, как бы. Я ему просто объясняю. Говорю, там... А вот, хотела бы предложить там... Эхинацея, говорю. А вот, хотела бы предложить эхинацея. Сейчас она немного ее уценили. Говорю. И, ну... Она, говорю, как раз сейчас вот актуальна. Потому что вот сейчас сезон начинается. Вот немного похолодало. Сейчас, чтобы перемены погоды будет. А там и витамины, и селен. Ну, что-то там рассказано. Говорю, давайте. В следующий подходит человек. Я говорю, то же самое, похоже. И человек покупает. А мне становится вообще плохо. Вот, честное слово. Я чувствую, как вроде я какой-то преступник. Хотя ничего, никого не заставляла. Но просто это проговорила. Может быть, если бы я это проговорила и вчера, и позавчера. Может быть, людям нужен был бы этот препарат. Ну, вот что-то какие-то... Стопор. Еще что-нибудь такое. Грев. Боже, была бы... Ну, конечно, он стоит дорого. Сначала цену завысят. Потом надо продавать. Потом уменьшат перед окончанием сроков водности. Ну, я предупреждаю всех, что там срок заканчивается. Еще что-нибудь. Ну, и, короче, была у нас грелка силиконовая. Короче, маленькая грелка. Там какой-то силикон, гель. И она предназначена как? Ее положил в микроволновку. Она подогрелась, нагрелась. И, в общем, там не вода, а получается вот этот гель. И он... Ну, как? Ты пользуешься как грелкой. И наоборот. Можно положить в морозилку. И... Ну, он охлаждает потом. В общем, грелка это... Я не знаю, сколько она там уже... Сначала она стоила рублей 300. Потом уже я не помню, сколько стоит. С чем-то, наверное. Ну, их несколько штук. Ну, вот зачем? Надо же продавать. Так берешь себя в руки. И что-то мне мужчина покупал. Все хорошее лекарство покупал. Такой мужчина, скажем так... Ну... Как не... Не лох называется. Не лох. Может, он меня пожалел. Я не знаю. Так, ну, вы понимаете, наверное, что я укладываю слово не лох. Ну, то есть... Ну, вообще на уши не навешиваешь. То есть он может оценить обстановку. Как бы... Да нужен там бар, это ты ему не нужен. Вот что я имею в виду. И вот я ему рассказываю. Говорю, мужчина, говорю, а мне нужна случайно такая у нас грелка есть. Она такая, на все случаи жизни может пригодиться. И так же объясняю. Ее в микроволновку положил. Она подогрелась. Ее в морозилку. Вот сейчас, говорю, лето. Вот сейчас на дачу, на рыбалку. Куда там взял ее, эту грелочку. Водичка всегда холодная. Он говорит, давайте. Мне плохо. Я продам. Мне становится... Ну, как плохо. Не то, что радость какую-то испытывает. Вроде бы должен получить облегчение, что сбавился от этой грелки. Ну, не знаю. Так что, как говорят, на базаре два дурака. Один продает, другой покупает. Может, я не скажу, что это рогашка. Ну-ка, зачем мне... А, какой мне был покупатель тоже. Вообще, перекись водорода раньше, она была рублей 14. Да, 12-14. Потом она все дорожает. Потом ее и не привозят уже вот эту. Привозят какую-то такую маленькую пшикалку. Аэрозольчик. И стоит он 114 рублей. Ну, конечно, по сравнению с этим на 100 рублей дороже. Ну, и просят там перекись, то да все. Я что-то даю же, эту перекись кладу. Цену не говорю. Подсчитала. Там и получилось 200 с чем-то рублей, то, что они брали. Ну, и все. Мужчина расплачивается. А жена уже расплатилась. Она говорит, а что такое дорогое? Я говорю, да, перекись, я говорю, 114 рублей. Ну, к сожалению, дешевой нет. Ну, она же стоит. Она же копейки стоит. Ну, человек начинает расстраиваться. Я говорю, да вы не расстраивайтесь так. Вы, говорю, сделали хорошее приобретение. Вы понимаете, вот эта перекись, нужно вот еще ватку искать какую-то. То есть она не очень удобна в применении, чтобы использовать. А здесь маленький флакон. Он в виде аэрозоля. Его всегда можно с собой где-то взять. Ее не нужна никакая ватка. Где-то сразу какая-то царапина, ссадина. Ее пшик-пшик и все. И экономно говорю. Она говорит, вы хороший менеджер. Но она как бы по-нормальному. Без этого, без сарказма. Думаю, боже мой. Хотя, у меня особого таланта нет. Но вот я вижу, как работает у нас заведующая. Я так бы никогда не смогла. И даже и не буду пытаться. То есть есть люди, которые могут продать вот все. Не знаю. Может, у них нет никакого блока. У меня нет вот этого, знаете. Сама на рынке приходит что-то покупать. Я сама ношу. Мои дети носят. И, в общем, все хорошо. И выберите. Ладно. В общем, завтра будут новые какие-нибудь истории у меня на работе. Буду рассказывать. Я не такая добренькая, как вам кажется. Так, все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok